Как научиться доверию? Что означает доверие к жизни? Для доверия к жизни должны быть основания. Вы не доверяете жизни, потому что вы сейчас не замечаете жизнь, что ей можно доверять. Поэтому первое, что нужно сделать, это стать внимательным. К тому, что с вами происходит, как жизнь очень часто дает вам руководство, подсказывает, защищает, ограждает от чего-то. Первое, что нужно сделать, это проявить внимательность в жизни. Потому что это, знаете, как в отношениях с другим человеком. Например, если вы чувствуете, что другой человек, безусловно, хорошо относится к вам, позитивно относится, вы постепенно рядом с ним расслабляетесь. И вы начинаете доверять ему больше и больше. Просто потому что, понимаете, он так к вам относится. Вот поэтому, чтобы доверять жизни, сначала убедитесь, что у нее хороший план на вас. Ну, в ней действует некая позитивная энергия относительно вас. Я понимаю, что ваш ум могут сбивать разные, ну, какие-то кризисы, какие-то потери, боль, которые случаются. Но задумайте, разве нет такого, что после каких-то потерь вдруг приходит что-то очень важное? И что эта потеря, это была часть пути к чему-то настоящему? Вот задумайтесь, разве такого нету? Я многим людям задавал такой вопрос. И знаете, уверяю вас, подавляющее большинство из них обнаружило, что когда в жизни происходит что-то болезненное, то если посмотреть на это издалека, как бы оглядываясь назад, то мы всегда можем понять, что какие-то очень важные жизненные уроки мы проходили в этих жизненных обстоятельствах. Жизнь — это всегда мудрый, добрый учитель. Но учитель — это не тот, кто гладит нас по головке. Потому что учитель, он дает нам возможность развиваться. И вот в этом смысле в жизни действует любящая энергия, которая позволяет нам развиваться, которая подталкивает нас порой к развитию. Постарайтесь это заметить, наблюдайте жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok